Современная медицина является результатом того, что было совершено в этой сфере учеными на протяжении нескольких сотен лет. Для проведения любых экспериментов всегда нужны добровольцы. Однако для них эти эксперименты зачастую оказываются очень опасны, а порой и вовсе смертельны. Итак, это самые безумные научные эксперименты. Поехали! Человек-киборг Кевин Уорвик, британский ученый и профессор кибернатики, настолько увлечен изучением роботов, что попытался стать первым человеком-киборгом. В 1998 году примитивный передатчик был имплантирован под кожу Уорвика. С его помощью он мог контролировать работу дверей, светильников, обогревателей и других устройств с компьютерным управлением. Основной целью эксперимента было испытание восприимчивости организма и легкости получения сигнала чипа. В 2002 году уже более сложное нейронное устройство имплантировали в его нервную систему, чтобы получить доступ к нервным сигналам. Эксперимент оказался успешным. Сигнал был достаточно четким, чтобы механический манипулятор мог имитировать движение руки Уорвика. Исследования Уорвика в области кибернетики продолжаются. Двухголовые собаки Хотя многие из отчетов об этих экспериментах звучат как что-то из секретных материалов, на самом деле есть хорошо документированные случаи, когда ученым удавалось успешно присоединить голову одной собаки к другой. Американский ученый Чарльз Гатри успешно сделал это в начале 1900-х годов. Его создание прожило 26 минут. Во время Холодной войны русские ученые Каневский и Демихов по отдельности успешно воссоздали эксперименты Гатри, так как операция Каневского была случайна, он изначально хотел провести трансплантацию сердца, именно Демихов получил всемирную известность за своих двухголовых собак. Он улучшил процесс пересадки и смог выполнить 20 операций. Из 20 подопытных одно животное прожило целый месяц. Оживление мертвых В 1930-х годах Роберт Корниш, ученый из Калифорнийского университета, пытался оживить трупы, а именно трупы нескольких фокстерьеров, делая им уколы адреналина и коагулянтов, одновременно покачивая тела вверх и вниз, чтобы кровь могла циркулировать. Вскоре его выгнали с территории университета за такой сомнительный эксперимент, но он продолжил исследование дома в импровизированной лаборатории. Лаборатория была оснащена аппаратом искусственного кровообращения, сооруженным из пылесоса и водопроводных труб. У тех животных, которые все-таки возвращались к жизни на несколько мгновений, наблюдались слепота и повреждения головного мозга. Очень быстро они снова умирали. Томас МакМоннигл, приговоренный к смертной казни, согласился стать подопытной крысой ученого, но ему отказали власти штата Калифорния, побаиваясь, что им придется освободить МакМоннигла, если тот вернется к жизни. Краш-тест с человеком Джон Пол Степп был опытным офицером ВВС и авиационным врачом, который изучал воздействие быстрого ускорения и торможения на тело человека. Степп пришел доказать, что перегрузка в 18G — это не предел, и подверг себя самой невероятной перегрузке, которую может испытать человек. Используя мощные ракетные сани, которые разгонялись до сверхзвуковых скоростей, а затем резко тормозили, Степп доказал, что человек может выдерживать перегрузку в 46G. Хотя он выжил, Степп испытал значительные повреждения тела, переломы конечностей, отслоение сетчатки, лопнувшие кровеносные сосуды и другие травмы. Гамонкул В представлении средневековых алхимиков это существо, подобное всем прочим людям, которые можно получить искусственным путем. Другими словами, это человек из пробирки. Способ создания подобного существа был описан ученым-парацельцем. Так, в произведении «О природе вещей» он описывал этот процесс следующим образом. «Положи в пробирку щадро мужскую сперму, запечатай. 40 дней держи в тепле, кое соответствует теплу внутренности лошади, то есть зарой в конский навоз. Пока не начнет бродить, жить и двигаться». В ту пору он уже обретет человеческие формы, но будет прозрачен и нематериален. Следующие 40 недель каждодневно с тщательностью надо питать его человеческой кровью и держать в том же теплом месте, на что из него станет настоящий живой ребенок, точно такой же, как и рожденный от женщины, только намного меньший. Это то, что мы зовем гамонкулосом. Верил ли сам парацельц в магический рецепт, доподлинно неизвестно. Но последователей, желающих самостоятельно провести любопытный опыт, набралось само собой немало. Они находятся и по сей день. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.